Поэтому можно сказать, что в каком-то смысле пандовский dataframe, а именно так называется тип данных, когда мы считали csv-таблицу при помощи функции pandas.read.csv, это не что иное, как таблица. Вот мы видим строки, колонки, имена колонок, то есть такое ощущение, как будто мы этот файл открыли вообще в Excel или в любом другом текстовом редакторе. Однако, разумеется, не все так просто, и все бы тогда и пользовались только Excel аналитики, а не Python, потому что, разумеется, здесь есть как бы, это не просто таблица, а еще мы как бы с этой таблицей в Python можем очень много чего сделать. Давайте начнем с того, что просто вот, например, сделаем df-head и посмотрим первые пять записей нашей таблицы. Сделаем df-tail и посмотрим, соответственно, последние пять записей нашей таблицы. Вот мы видим индексы строчек, обратите внимание, последние 291, что как бы нам говорит, что в нашем файле будет 291 наблюдение. Ну, кстати, обратите внимание, что у нас первая строчка нулевая, поэтому я не совсем верно выразился. Всего у нас будет, соответственно, 292 наблюдения, потому что мы, опять же, начинаем с нулевого индекса. Что еще мы можем узнать про наши данные, которые мы считали? Мы можем написать df.shape и посмотреть количество, вот видите, 292 строки, 292 строки и 8 колонок. На этом маленьком примере, вот мы буквально посмотрели на конец и начало нашего датафрейма и на количество данных в нашем датафрейме, уже можно сделать несколько очень важных замечаний. Первое. Таблица, которую мы считали в пандасском датафрейме, это не просто таблица в каком-то смысле. Это вот набор данных, которые мы сохранили в специальный тип пандасский датафрейм, и у него есть как бы набор различных теперь функций, которые мы с ним можем выполнять. Самое простое, мы можем, например, вызвать df.head или tail и посмотреть, что в начале лежит, что в конце. И обратите внимание, что мы пишем df.tail как бы со скобочками, потому что мы как бы применяем к нашему датафрейму некоторую функцию. Вот такие функции, которые применяются к нашим объектам в питоне, называются методы. Это по аналогии как с list append или list remove. Соответственно, вы можете как бы к нашему датафрейму применять набор методов. Опять же, мы можем перейти в пандас и здесь начать смотреть датафрейм. Видите, мы нашли пандас датафрейм. Перейдем по ссылочке. Увидим, что это вот такая дата структура, то есть структура данных, которая по сути как бы содержит в себе колонки и строки. И обратите внимание, вот здесь вот у нас будет целый список методов. Это как бы те функции, которые можно применить к нашему датафрейму. Вот мы можем здесь найти те функции, те методы, которые мы уже применяли. Head.tail. Можем познакомиться с какими-то другими. Apply, то есть применить какую-то функцию к нашим колонкам или строкам. Сагрегировать данные. То есть, по сути, хорошая новость заключается в том, что вся аналитика в питоне, это по сути применение различных функций, методов к нашим данным, которые мы считали. Из каких-либо источников. Не обязательно cssv файла. Но при этом обратите внимание, помимо методов, есть еще так называемые атрибуты. А это что такое? Давайте вернемся в наш скрипт и увидим, что вот смотрите, для того, чтобы df.tail вызвать, мы использовали скобочки, потому что tail это своего рода функция, которая применяется к нашему датафрейму. Вот отбирает только там пять строк. А вот df.shape мы вызвали просто через точку, без какой-либо функции. Просто как будто это название ключа в словаре. И эта аналогия в каком-то смысле довольно верна, потому что вот по аналогии pandas.dataframe это не просто таблица с данными, но еще и такая вот более сложная структура. Во-первых, pandas.dataframe хранит в себе самые данные. Вот эту табличку. Во-вторых, pandas.dataframe хранит в себе как бы набор методов, которые можно применить к этому датафрейму. Там tail, head, aggregate и так далее. А еще как бы рядом с этим датафреймом есть такая картотека, где лежит всякой много полезной информации про наш датафрейм. Например, shape. Это какая форма нашего датафрейма? То есть сколько строк, сколько колонок. Что еще тут интересного? Например, вот атрибут dtypes. Давайте посмотрим, что нам вернет df.dtypes. Обратите внимание, я начинаю писать название атрибута, нажимаю на tab и происходит автодополнение. Вот dtypes, видите, возвращает нам, что у нас есть номер колонка int64, заработана колонка float64 и все остальные колонки типа object. Забегая вперед, сразу же скажу, что int, ну это все понятно, integer это целое число. Почему 64 узнаете чуть позже, когда будете отчасти изучать базы данных. Float это как раз таки вот float, это те данные, которые мы записывали как 0.2, то есть десятичная по сути дробь. А object это данные, которые представлены текстовом виде. По сути вот string, который мы создавали в первом уроке через кавычки. Тоже все просто. Поэтому, когда вы работаете с данными, обратите внимание, можно сразу же вызвать dtypes и получить типы данных. Также мы можем, помимо атрибутов, как я уже сказал, использовать различные методы нашего датафрейма. Вот есть метод, который называется describe. Обратите внимание, также я его вывел автодополнением. И вот его уже нужно указать со скобочками, потому что это именно уже метод датафрейма. И здесь, смотрите, для всех количественных переменных мы сразу автоматически рассчитали разные аналитические показатели. Среднее значение, стандартное отклонение, максимальное значение, минимальное значение. Если вы только начинаете ваш путь в мир анализа данных, и пока слова стандартное отклонение для вас не ясны, не переживайте, конкретно эти темы мы все разберем в модуле по статистике. Вы всегда можете возвращаться к предыдущим темам, и поэтому это все мы дело закроем. Ну, вот метод describe — это такой метод, который позволяет нам наши данные как-то анализировать, уже, вот видите, базовую аналитику делать. Ну что ж, отлично. Поэтому, я думаю, у вас сложилось впечатление, что такое датафрейм, что такое данные, считанные в питоне. Чаще всего это именно пандовский датафрейм, потому что пандос — это такая самая популярная библиотека по работе с данными. И вот, соответственно, мы сохранили эти данные, считали их в датафрейм. И датафрейм — это такая структура данных, у которого есть набор атрибутов, набор методов. И именно комбинируя методы и атрибуты между собой, используя разные методы, мы как раз-таки и производим анализ данных. В этом смысле все довольно просто. Обратите внимание, также я взял довольно такой реалистичный датасет, который в каком-то смысле отражает вот те данные, с которыми вы действительно будете работать, будучи аналитиком. Они далеко не всегда идеальны. Видите, в них есть какие-то пропущенные значения, которые пандос заметил как none. В них есть название колонок, где какие-то на английском, какие-то на русском. Есть название колонок с пробелами. Как я говорил, название колонок с пробелами — не самая хорошая идея в питоне, потому что питон не сможет воспринимать это как одну строку, если мы явно не возьмем его в кавычки. И поэтому в целом, когда вы работаете с данными, ну, так как видите, сам питон на английском языке, то лучше и колонки тоже называть на английском, но в данном случае, видите, у нас их назвали на русском. Ничего страшного, давайте начнем с того, что переименуем наши колонки. И вот, допустим, у вас возникает первая задача, как нам переименовать колонки в данных. Ну, очевидно, что самый простой способ — это поискать нужную функцию. Что-нибудь в духе rename. И вот мы видим pandas.dataframe.rename. То есть это такой метод датафрейма, который позволяет нам переименовывать колонки. Ну что ж, отлично. Вот мы видим все, что нам нужно. Вот у нас есть, соответственно, примеры даже того, как мы можем переименовывать колонки в наших данных. Ну вот, обратите внимание, есть как бы разный, вот есть основной способ. Мы пишем как бы, вот у нас есть dataframe, и вот мы пишем rename, и дальше указываем колонки, которые мы хотим переименовать. Старое название колонки, новое название колонки. Формат данных, обратите внимание, вам должен быть максимально знаком. Это просто пайтоновский словарик. Ну что ж, вот здесь уже, видите, происходит связка той теории, которую мы изучили в прошлом уроке, с конкретно практическими задачами переименовать колонки в датафрейме. Для этого давайте сейчас возьмем те колонки, которые уже существуют. Для этого вызовем аргумент columns. Это самый простой способ получить колонки, которые уже есть в нашем датафрейме. Сейчас просто их скопируем. И сделаем из них словарик. Обратите внимание, что внутри метода rename мы можем переносить наши с вами колоночки на следующую строку. И в этом смысле, наверное, это редкое исключение, когда здесь отступы не будут играть никакой принципиальной роли, потому что как бы все, что находится внутри вызова функции, в принципе, можно переносить, ставить там пробелы, ничего страшного. И теперь вот мы воспользуемся методом питона, воспользуемся структурой данной словарик в питоне. И вот, прошу прощения. И, соответственно, как создавать словари мы уже знаем. Сначала идет ключ, потом двоеточие и значение. А в данном случае мы как бы сделаем ключ-значение, старое название колонки, новое название колонки. Номер мы сделаем просто number, data создания createDate. Обратите внимание, я сразу пишу уже именно с подчеркиванием нижним, а не с пробелом. Я позже покажу, почему это нам будет очень полезно. Дата оплаты сделаем paymentDate. Title. Он, в принципе, уже на английском, но вот эта большая буква, опять же, нам в названии ни к чему. Мы можем переименовать, сделать маленькую букву. Статус. Ну, понятное дело, просто сделаем статус. Заработано. Давайте сделаем просто колонку, которую назовем money. Ну и город, соответственно, переименуем в колонку city. И платежная система переименуем в payment system. И если мы еще раз посмотрим на документацию, обратите внимание, что этот словарик нужно передать как параметр функции renameColumns. То есть нам нужно просто указать, что columns равняется словарику. А еще словарик у нас, как вы помните, из первого урока всегда обрамляется вот такими вот фигурными скобочками. И если мы выполним этот скрипт, обратите внимание, что все получилось без ошибок, мы как раз-таки переименуем старые колонки в новые колонки. Чтобы убедиться в том, что у нас все действительно сработало, как мы хотели, можем еще раз вызвать df-head и увидеть, что у нас, в принципе, все теперь колоночки называются по-английски, и работать с ними стало теперь довольно удобнее. Почему с ними стало работать удобнее? Ну, смотрите, в питоновском датафрейме есть много колонок, как я говорил, и очень частая задача — это обратиться только к определенной колонке или только к определенному набору колонки. Например, из всех данных, допустим, у нас было бы здесь там 100 колонок, мы хотели бы вывести только колонки, которые отвечают за title и, соответственно, за статус. Я думаю, вы уже догадались, что типы данных в питоне, они в каком-то смысле немного похожи. Когда мы работали с листами, когда мы работали со словарями, всегда, когда мы хотели взять какую-то, как бы, часть данных, мы использовали квадратные скобки и либо название ключа, либо индекс. В этом смысле питоновский датафрейм очень сильно напоминает словарь. Когда мы пройдем чуть больше теории, мы даже поймем, что же это именно за словарь. Но пока что можно сказать, что мы можем просто взять и по ключу обратиться к нашей колоночке. dftitle, обратите внимание, вернет просто нам эту колонку. Единственная тонкость заключается в том, что если мы хотим достать сразу две колоночки, то необходимо указать список с этими колонками. То есть, смотрите, внутри квадратных скобочек мы передаем целый список с теми колонками, которые мы хотим отобрать. И вот, смотрите, мы просто взяли и из всех данных отобрали только две нужные колонки. Дальше мы также можем применить метод head и, например, посмотреть только на первые пять строчек. При этом есть еще один очень удобный способ отбирать нужные нам колонки. Мы можем сразу написать df. и просто название колонки, которая нам нужна. И вот в этом смысле, когда наши колонки названы без пробела, очень удобно пользоваться таким методом, потому что мы можем просто вызвать название колонки, которая у нас называется составным словом с подчеркиванием. А если бы здесь был пробел, то вот таким методом нам бы воспользоваться не получилось. И нужно было бы обязательно обрамлять нашу, соответственно, вот эту вот строчку с пробелом, оформлять ее отдельно, что затрудняет работу. И вообще-то, понятное дело, что здесь сейчас мы, как бы, видите, начинаем переходить между двумя разными системами. Допустим, наши маркетологи прислали нам файлик с теми названиями колонок, которые нужны именно им. Это там русские колонки с понятными названиями. Мы, как программисты-аналитики, переназвали эти колонки в английский язык. Это абсолютно нормально. Потом, когда мы будем делать финальный отчет, мы снова сможем сделать ренейм и опять добавить какие-то более понятные колонки на русском языке. Возможно, выглядит какая-то такая двойная работа, но, поверьте, это абсолютно естественно. Данные, которые нам присылают люди, как бы, извне, наши заказчики, они могут быть вообще в формате, абсолютно плохо приспособленном для работы с данными в питоне. Это может быть какой-нибудь сложный Excel-файл с десятью вкладками, с неструктурированными данными там на одном листе. Ничего страшного. Мы эти данные как бы преобразуем, приводим их в такой удобный питоновский вид, работаем, а потом снова, когда отдаем наружу, опять можем поменять и сделать его каким-то более оформленным, более понятным для людей, которые с питоном не работают. То есть хорошая практика заключается в том, что если вы работаете с данными со сторонними заказчиками, допустим, к вам пришли маркетологи или рекламщики или менеджеры, то когда вы произвели какую-то обработку на питоне и отдали им результаты, вот финальный результат должен выглядеть так, чтобы никто даже и не понял, что здесь было какое-то сложное программирование. То есть это просто, может быть, обычный Excel-файл с очень понятными названиями колонок, с удобными разделителями, чтобы не было такого, что вы вернете им питоновский скрипт, вместо ответа на их вопрос. Поэтому переименовать колонки было хорошей идеей, и сейчас мы двинемся дальше уже, работая с таким форматом данных.